Добрый день! Слышно ли меня? Скажите, пожалуйста. Или плюс напишите в чат, если не можете говорить. Да, слышно, отлично, хорошо. Я приветствую вас сегодня на нашем заключительном занятии. Оно будет посвящено применению нейронных сетей в анализе выживаемости. Соответственно, мы с вами до этого уже рассматривали статистические модели, такие как регрессия бокса, рассматривали различные оценки функций выживаемости, функций риска. Это, соответственно, Каплан-Мейер и Нельсон Айлинг. И рассматривали то, как к анализу выживаемости можно применять такие методики, как деревья решений и случайный лес. Соответственно, сегодня мы поговорим о немножко более сложной задаче. Это то, как применить к анализу выживаемости нейронную сеть. Здесь, опять же, возникает такой вопрос, собственно, что у нас будет являться входом нейронной сети, что у нас будет являться выходом нейронной сети, и как мы это все дело будем оптимизировать. Соответственно, это такие достаточно нетривиальные вопросы, потому что если мы, опять же, будем сравнивать с классическими задачами регрессии и классификации, то здесь у нас возникнет такая проблема, то что наша задача по анализу цензурированных данных, она не является ни регрессией, ни классификацией. Соответственно, мы не можем просто классифицировать наличие или отсутствие ивента, потому что мы тогда теряем львиную долю информации, а именно продолжительность наблюдения до того, как этот ивент наступает. Если мы рассматриваем, соответственно, эту задачу как задачу регрессии, то мы должны выкинуть часть данных, для которых, собственно, финальный ивент не наступил. Соответственно, мы, опять же, теряем часть информации. Поэтому мы должны, соответственно, придумать какую-то более хитрую стратегию, как мы будем себя вести, собственно, с цензурированными данными. И, соответственно, если мы будем рассматривать то, как применяются в этой стезе нейронные сети, то давайте поговорим о том, как применяются нейронные сети для анализа цензурированных данных на дискретном времени. Соответственно, сразу скажу, что в рамках этого курса мы не успеем рассмотреть модели для непрерывного времени, но если возникает необходимость применять анализ с помощью нейронных сетей для моделей, для данных с непрерывным временем, то одна задача сводится к другой за счет просто дискретизации времени. Мы с вами сегодня посмотрим, как это делается. Ну и, соответственно, для дискретного времени нам нужно понять то, что именно будет нашим инпутом и, соответственно, что будет той функцией потерь, которую мы будем минимизировать. Соответственно, как правило, нейронные сети обучают минимизировать некое отрицательное правдоподобие. И сегодня мы попробуем такое правдоподобие вывести для цензурированных данных. Соответственно, давайте немножко вспомним материалы из предыдущей лекции, скорее даже из предпредыдущей лекции, в которой мы вообще вводили понятие выживаемости, рисков и так далее. И, соответственно, предположим, что у нас есть некая дискретная временная шкала со значениями tau от нуля до условной бесконечности. То есть у нас индивид может жить достаточно долгое количество времени, и, соответственно, где-то здесь у нас начинается отсчет. Соответственно, здесь у нас будет ноль. Давайте назовем это tau ноль. И, соответственно, где-то здесь у нас будет tau и т. tau и минус первое. Это, соответственно, набор дискретных временных точек, на которых может произойти терминальное событие. Соответственно, мы хотим с помощью функции правдоподобия подобрать такие параметры у функции вероятности. Вот такой. Соответственно, здесь опечатка. Здесь должно быть P. Соответственно, для дискретных распределений у нас probability mass function, она же функция вероятности. Это, собственно, вероятность того, что наше событие через букву T, большое мы обозначаем время наступления события. Собственно, мы считаем вероятность того, что наше событие произойдет во временной точке T и T, tau и t. И, соответственно, как мы тогда можем определить функцию выживания, это, соответственно, будет вероятность того, что событие произойдет после точки tau и t. То есть, не включая ее саму, здесь у нас будет tau и плюс 1. И мы, собственно, считаем вероятность того, что событие у нас произойдет где-то вот в этой области. Вот, соответственно, что из себя будет представлять такая функция вероятности, функция выживания, точнее? Это будет просто сумма вот этих вот функций вероятности от каждой временной точки, которая будет больше, чем tau и t. Соответственно, вот эта точка, вот эта точка, вот эта точка, вот эта точка и так далее. Соответственно, так мы можем посчитать нашу функцию выживания. Давайте теперь вспомним о том, что такое функция риска. Соответственно, ее мы определяли как вот такую вероятность. Соответственно, это вероятность того, что событие произойдет в момент tau и t, при условии, что, соответственно, наше время до наступления события превышает больше или равно, чем tau и t. И, соответственно, опять же, пользуясь тем, что у нас время дискретное, мы можем сказать, что вот эта вероятность эквивалентна вот этой вероятности, когда мы берем второе событие, то, что у нас t большое, больше, чем tau и минус первое. Вот, соответственно, поскольку здесь у нас строгое неравенство, здесь мы рассматриваем вот такой вот промежуток. Давайте я это все очищу. Вот, здесь у нас, соответственно, условная вероятность. Мы можем ее расписать по формуле условной вероятности. Соответственно, вероятность а при условии b – это отношение вероятности одновременного наступления двух событий, деленное на вероятность наступления события b. Соответственно, в каком случае выполняются оба этих события? Они будут выполняться в том случае, когда t большое будет равно tau и t. И, соответственно, эта величина – это, по сути дела, как раз вот эта вот функция вероятности. f от tau и t, просто по определению. А вот знаменатель здесь – это по определению, соответственно, функция выживания. Также мы можем это записать вот в таком виде. То, что здесь у нас f от tau и t, мы можем представить в виде разницы вот таких вот сумм. Соответственно, вот в этой сумме на один член больше, чем в этой сумме. И это как раз-таки f от tau и t, и, соответственно, мы получаем разницу двух функций выживания. От tau и минус первого до... и функции выживания от tau и t. Вот, соответственно, как мы можем выразить, собственно, нашу функцию вероятности через функцию риска? Мы это делаем вот таким вот образом. И, соответственно, аналогично через функцию риска мы можем выразить функцию выживания. Соответственно, это нам понадобится в дальнейшем, когда мы будем определять правдоподобие. Пока мы запомнили, что мы можем выразить PMF, probability mass function, и survival function через hazard. Ну, и, соответственно, теперь давайте сделаем такую несколько нетривиальную вещь. До этого мы с вами рассматривали исключительно данные по наступлению или ненаступлению события. Давайте теперь сделаем аналогичную процедуру по отношению к цензурированным данным. Соответственно, пусть у нас c – это будет время цензурирования, да, то есть, как бы это такой некоторый аналог T, то есть, у нас через время T большое будет наступать терминальное событие, соответственно, через время C большое будет наступать цензурирование. Вот, значит, подход, по сути дела, точно такой же, как к данным по наступлению события. То есть, мы определяем здесь свою функцию вероятности fc от tau и того, и, соответственно, определение аналогичное определением для терминального события. Да, соответственно, fc от tau и того… Здравствуйте. fc от tau и того будет равна вероятности того, что цензурирование происходит во временной точке tau и того, и, соответственно, своя такая функция выживания для цензурированных наблюдений. Ну, соответственно, ее определение вы тоже видите на экране. Вот, при этом здесь у нас уже как раз начинается такой момент, что мы одновременно не наблюдаем для индивидов наступления и терминального события, и цензурирования, поэтому мы можем обозначить, собственно, то время, которое мы, например, используем при построении модели, как некоторое T со звездочкой. Это будет, собственно, наш duration, то, что мы раньше так называли. И, соответственно, это будет минимум из T и C. Соответственно, что-то должно наступить раньше. Либо пациент умрет, либо, соответственно, он по каким-то причинам покинет испытание. При этом мы как бы считаем, что если терминальное событие и цензурирование наступило одновременно, то терминальное событие все-таки произошло. Вот, соответственно, зададим еще индикатор. Индикатор. Соответственно, индикатор – это некоторая функция, которая будет возвращать единицу, если условие выполняется и ноль в противном случае. Соответственно, индикатор у нас будет таким, что если T меньше либо равно C, то, соответственно, индикатор будет равен единице. Что это значит? Это значит, что если смерть наступила раньше, чем цензурирование, то произошло терминальное событие. То есть через индикатор мы будем определять, с чем мы, собственно, имеем дело. С цензурированием или же с терминальным событием. Соответственно, при этом обратите внимание, то, что если для терминальных событий время у нас практически бесконечное, то есть как бы некоторый объект, он может жить довольно долго, то есть как бы мы можем прекратить уже наше наблюдение, он все еще может оставаться в живых. Вот, чего мы не можем сказать для… чего мы не можем сказать о цензурировании. Соответственно, цензурирование у нас начинается с определенного момента, точнее, наблюдение у нас начинается с определенного момента и продолжается тоже до какого-то определенного момента. Соответственно, цензурирование, время наступления цензурирования C, оно не может быть больше, чем tau m. Соответственно, за определенную временную черту мы не заходим, потому что в этой черте у нас прекращается эксперимент, мы дальше наблюдения не ведем. И, соответственно, поскольку дальше мы наблюдения не ведем, то мы не можем наблюдать наступление терминального события после вот этой временной точки Тау-Эм. То есть если мы прекратили исследование, например, через 5 лет, то мы не можем засвидетельствовать смерть через 6 лет, просто потому что мы уже дальше не наблюдаем. Соответственно, когда мы будем оперировать временем, мы будем оперировать временем в рамках от Тау-1 до Тау-Эм, а не до бесконечности. Соответственно, с помощью тех форм, которые мы ввели до этого, мы можем, собственно, вывести нашу функцию правдоподобия выживания для цензурированных данных. Наше время Т будет изменяться в этом диапазоне. И, соответственно, Д, собственно, значение индикатора, будет принимать значение либо 0, либо 1. Итак, мы хотим посчитать вероятность того, что при определенных параметрах Т со звездочкой будет равно Т, а Д большое будет равно Д маленькая. Соответственно, что это за такие параметры? По сути дела, это параметры тех моделей, которые мы хотим обучить и приспособить к решению данной задачи. Ну, в данном случае, минимизация отрицательного правдоподобия за счет градиентных методов. Вот, соответственно, мы считаем вероятность того, что... Какова вероятность, что при таких конкретных... Какова вероятность, что условия, точнее, не условия, а даже параметры модели таковы, если происходит такое событие, что Т со звездочкой равно Т маленькая и Д большое равно Д маленькая. Соответственно, как мы можем эту вероятность представить? Очевидно, что для наступления терминального события и для цензурирования будет своя вероятность. И, собственно, мы можем записать произведение таких вероятностей. Если у нас произошло терминальное событие, то как мы будем считать эту вероятность? Это будет вероятность того, что терминальное событие произошло в точке T и время цензурирования больше либо равно t. Соответственно, почему опять же больше либо равно? Потому что если цензурирование происходит в той же точке, то мы считаем, что это произошло терминальное событие. То есть условно говоря, давайте рисуем. Опять же, если мы смотрим на вот эту временную шкалу, соответственно, где-то здесь у нас произошло терминальное событие t, то, соответственно, цензурирование может наблюдаться только где-то вот в этой области больше либо равно t. То есть цензурирование могло спокойно произойти в этой точке, и при этом мы бы считали, что терминальное событие произошло. Но также оно может произойти дальше. Вот. Если цензурирование наступило раньше, чем терминальное событие, что у нас будет происходить? Соответственно, давайте здесь обозначим как-то эту шкалу t. Соответственно, наступает цензурирование. Соответственно, c большое равно t. В таком случае время смерти должно быть расположено также где-то за пределами этой области, то есть как бы не включая точку c большое равно t. Соответственно, из вот этих вот двух вероятностей у нас будет складываться наше правдоподобие. Вот. Соответственно, давайте мы это выражение преобразуем. Соответственно, мы можем считать, что у нас t и c независимы. Соответственно, мы можем представить вот такую вот совместную вероятность двух событий с произведением вероятности отдельных событий. Вот. Получается, что здесь у нас вот такая вероятность преобразуется к виду вероятность того, что t большое равно t и, собственно, вероятность того, что c большое больше либо равно t. Вот. И аналогично поступаем с другим множителем. Вот. А это уже как раз-таки по определению наша probability math function. Вот. А вот эта вероятность, это, соответственно, сколько есть больше либо равно. Мы смотрим, соответственно, на определение функции выживания для цензурированных наблюдений и смотрим, что это, соответственно, она и есть, плюс дополнительно fc от t. Вот. Ну и, соответственно, аналогично поступаем со вторым множителем. Теперь мы хотим сделать следующее. Мы хотим, чтобы у нас каждый из множителей зависел либо от ивентов, либо от цензурирования. Соответственно, мы можем переписать это выражение таким образом, то, что у нас в одном, в один множитель войдут. Так, сейчас, прошу прощения. Как это можно? Давайте так сделаем. Мы можем переписать, соответственно, левый множитель таким образом, чтобы в него входили только величины, которые зависят от ивента. А правый множитель переписать таким образом, чтобы в него входили величины, зависящие от цензурирования. Вот. Теперь, соответственно, у нас есть предположение того, что функции вероятности будут параметризироваться по-разному. То есть, вероятность наступления терминального события и вероятность наступления цензурирования – это, соответственно, две разные вероятности. Соответственно, их моделировать нужно отдельно, друг от друга. Вот. И, соответственно, мы можем выписать некоторый вклад терминальных событий, величин, связанных с терминальными событиями, в наше правдоподобие. Соответственно, это будет выглядеть вот так. То есть, мы, по сути дела, берем вот этот множитель и считаем его для каждого объекта в нашей выборке. Соответственно, здесь нотация и будет означать индивида из нашей выборки. И, соответственно, имея N таких вот объектов, у которых есть некоторые признаки X, X и T, наблюдаемое время, T и T, индикатор события, D и T, мы можем определить, собственно, отрицательное правдоподобие, отрицательное легорифмическое правдоподобие здесь. И, собственно, это будет некоторый лосс-функции для нейронов сетей. Но при этом мы точно так же можем использовать функцию риска. Вот это немножко две разные модели, которые используют probability mass function и hazard function. Вот, соответственно, для того, чтобы использовать hazard function, мы должны воспользоваться, собственно, вот этими нашими выводами. То, что мы делали раньше, когда мы выражали функцию вероятности и функцию выживания через функции риска. И, соответственно, подставить их просто вот сюда. И, соответственно, получить вот такой вот вклад в правдоподобие, выраженный через функции риска. И, соответственно, в данном случае лосс также будет меняться. Соответственно, он будет выглядеть следующим образом. Здесь у нас будут присутствовать две суммы. Соответственно, сумма по объектам. Это сумма по и от единицы до n. И сумма по временным точкам. От единицы до, ну, по сути дела, до 3-того. Соответственно, у нас здесь возникает вот этот вот y, y и g. Это, по сути дела, индикатор того, что событие произошло в точке та, ужитая, и что это событие, это как раз-таки терминальное событие. Вот. То есть, по сути дела, вот этот вектор y, y будет представлять из себя набор нулей до точки та, ужитая, в которой, собственно, будет стоять единица, которая означает то, что здесь, в этой точке, произошло терминальное событие. Вот. Соответственно, это выглядит довольно сложно. Если бы нам пришлось все это писать с нуля, я думаю, что это была бы большая головная боль, наверное, для любого. Но, к счастью, существуют различные фреймворки, в которых это все уже написано за нас. Соответственно, нам остается только определить нейронную сеть. Итак, собственно, как мы будем параметризовать наши функции риска либо probability mass function с помощью нейронной сети? Соответственно, давайте предположим, что φ от х – это будет выход нашей нейронной сети, которая принимает на вход параметры х и на выход возвращает m значений для каждой временной точки. То есть, по сути дела, выход нейронной сети будет представлять значение функции риска в каждой дискретной временной точке. Вот. И поскольку функция риска – это функция вероятности, и мы хотим, чтобы она принимала значение от нуля до единицы, мы применяем к выходу нейронной сети, собственно, функцию сигмоиды. И таким образом, минимизируя вот этот вот лосс, мы получаем, собственно, оценку функции выживания. То есть, для каждой временной точки мы считаем h от та ужитого и, соответственно, перемножаем вот такие вероятности. Ну, то есть, соответственно, эту формулу мы с вами уже видели, это просто оценка Каплана-Мейера, по сути дела. Вот. И получаем таким образом оценку функции выживания. Вот, соответственно, этот метод, он называется Logistic Hazard. Вот. И, соответственно, мы с ним дальше будем работать. Но, соответственно, здесь, когда мы перейдем к коду, будет возможность использовать не только Logistic Hazard, будет возможность использовать еще также, собственно, модель PMF, Probability Mass Function, для того, чтобы параметризировать не h от тау, а для того, чтобы параметризировать f от тау. Вот. И, соответственно, в таком случае, как бы, оценка функции выживания будет просто сумма вот этих вот f от тау. Как вам материал? Есть ли у вас вопросы? Все ли было понятно? Ну, надеюсь, что вы теперь имеете представление о том, что мы собираемся делать, как будут выглядеть наши, собственно, input-output-ы и какие функции мы будем минимизировать. Так, вижу вопрос. Жесть. Да, соответственно, давайте я вам пришлю еще, соответственно, статью. Я могу показать вам сейчас статью. И в том числе пример, с которым мы будем работать. Соответственно, есть вот такая вот статья. Называется Scalable Discreet Time Survival Model for Neural Networks. Соответственно, здесь можно почитать примерно все то же самое, что я вам описывал. И, соответственно, пример, с которым мы будем работать сегодня, довольно интересный. Давайте сразу, наверное, покажу его. Это, соответственно, работа с картинками. То есть чем хороши нейронные сети? Это тем, что, используя их, можно работать с такими форматами данных, с которыми невозможно работать с помощью обычных статистических моделей. То есть модель Кокса, она вряд ли покажет какие-то хорошие результаты на картинках. То есть если у вас есть, например, какие-то гистологические срезы опухолей, и вам нужно построить прогноз для пациента на основании того, как, собственно, выглядит опухоль на гистологии. Соответственно, модель Кокса и Random Survival Forest с такими данными справиться не смогут. А вот нейронные сети как раз-таки могут здесь быть очень полезны. И, соответственно, здесь используется некоторая симуляция, когда мы каждой рукописной цифре присваиваем свою функцию выживания, которая будет задаваться через экспоненциальное распределение. То есть оно есть, собственно, Probability Density Function. Это аналог Probability Mass Function для непрерывного распределения. И, соответственно, оно будет зависеть от параметра бета. И, соответственно, параметр бета мы делаем зависящим от числа. То есть что это значит? Это значит, что, соответственно, нули у нас будут жить дольше всего, девятки будут жить меньше всего. И, соответственно, попробуем таким образом сымитировать ситуацию. То есть то, что есть девять типов гистологических картинок, каждый из которых может быть охарактеризована некоторой функцией выживания, зависящей от того, собственно, что из себя представляет эта картинка. Вот. Ну ладно. Это я немножко вперед забежал. Проспойлерил. Значит, с чем мы сегодня будем работать? Соответственно, нам понадобится библиотека, которая называется Pybox, в которой как раз-таки уже реализованы все вот эти вот модели. То есть Logistic Hazard, PMF, множество разных других. Вот. И, соответственно, нам понадобится, естественно, фреймворк PyTorch, который позволяет работать с нейронными сетями. Вот. И некоторая библиотека, которая называется TorchTuples, от тех же самых авторов, которые, собственно, сделали вот этот вот Pybox. Вот. Она добавляет несколько функций, которые позволяют с большим удобством использовать код. Ну, в общем, вы сами сейчас все увидите. Вот. Для начала, как бы, для разогрева давайте просто импортируем некоторый игрушечный датасет, поделим его на тренировку, валидацию и тест и посмотрим, как он выглядит. То есть у нас есть несколько признаков. В нашем случае их девять. Соответственно, есть колонка с дюрейшеном и с ивентом. Соответственно, прежде чем работать с нейронными сетями, нам нужно сделать несколько пробоподготовок, скажем так, а именно это нормализация входящих данных. Поскольку мы хотим, чтобы у нас различные признаки имели примерно одинаковое распределение, мы проводим их стандартизацию с помощью стандартных скейлерновских функций. Вот, в частности, это стендерд скейлер. И мы, соответственно, фитируем наш стендерд скейлер на тренировке. И затем с помощью него трансформируем также валидацию и тестовый набор. То есть, как бы, что здесь у нас происходит. Вот у нас часть кода, которая ответственна за разбиение. Здесь мы определяем некоторый пайплайн, как работать с теми или иными признаками. Соответственно, те колонки, которые нужно стандартизовать, мы объединяем в один список. Это, соответственно, непрерывные признаки x0, x1, x2, x3 и x8. И, соответственно, остальные колонки нам нужно оставить без изменения. И, соответственно, с колонками, которые мы хотим стандартизовать, мы к ним будем применять стендерд скейлер для каждой колонки. Соответственно, к колонкам, которые нужно оставить как есть, мы не будем применять ничего. И, соответственно, у нас есть вот DataFrameMapper, который мы, собственно, будем использовать для преобразования наших датасетов. Вот. Еще нам, соответственно, понадобится функция, которая называется GetTarget. Соответственно, мы таким образом от наших тестовых, тренировочных и валидационных данных будем отрезать колонки Duration и Event, которые нужны нам для построения моделей. Вот. Ну и, соответственно, все преобразовываем и делаем следующее. Здесь мы хотим сделать дискретизацию данных. Поскольку у нас Duration непрерывный, мы хотим разбить его на несколько временных точек, которым мы, соответственно, сможем присвоить порядковые номера. Это можно сделать, например, вот таким образом. То есть, если вы построите сейчас Каплан Мэйера по всему тренировочным наборам и затем просто разобьете на одинаковые участки, то вы, соответственно, получите 10 временных точек и, соответственно, можете таким образом переписать вашу колонку Duration в новом формате. Вот. И как раз вот этот формат с дискретным временем будет использоваться уже нейронной сетью. Вот. Соответственно, это делается с помощью объекта Logistic Hazard и его метода Label Transform. Соответственно, он принимает в себя то, на какое количество бинов, как бы говоря, нам нужно разбить наше время. И, собственно, схему. Это может быть либо Equidistant, как вы видите здесь, либо это может быть Quantiles. Давайте попробуем посмотреть, как это будет выглядеть, если мы применим такую схему. Такую схему. Как вам за это улетелся? Перезапустим. Код. Вот. Ну, соответственно, мы таким образом разбили по квантилям, чтобы у нас в каждом бине оказывалось одинаковое количество человек. То есть, как бы не просто одинаково, на одинаковые промежутки разбиваем время, а так, чтобы сохранялось одинаковое количество человек в каждом из вот таких вот промежутков. Вот. Собственно, теперь давайте попробуем посмотреть на то, где были проведены собственно отрубы. Мы видим, что числа соответствуют тому, что мы видим на картинке. Вот. И, собственно, как мы будем строить нашу нейронную сеть. Собственно, здесь мы будем использовать просто обычный мультилейер перцептрон, двухслойная полносвязная нейронная сеть, в которой будут два линейных слоя, точнее, даже три линейных слоя. Вот один слой для, собственно, предсказания. Вот. Значит, в первом слое мы принимаем количество признаков. Принимаем наши признаки. Соответственно, у нас девять признаков. И, соответственно, у нас есть некоторый скрытый слой, размерность скрытого слоя, который мы также задаем как бы здесь через hidden size. Примеряем патч-нормировку, dropout. Собственно, аналогично строится второй слой, который будет иметь вот такую вот размерность. Hidden size 0, hidden size 1. Собственно, это у нас будет 32-32. И, соответственно, последний слой на выход будет давать out features. Out features – это, соответственно, сколько? если вы меня внимательно слушали. Ответ вот на… в этой части кода. Ну, соответственно, мы для каждой временной точки предсказываем значение функции риска. 10. Да, совершенно верно. Такой вопрос на засыпку. Ну, соответственно, это будет 10. И, соответственно, через вот эту сеть мы будем пропускать наши входные данные. Вот. Ну, и давайте, собственно, попробуем это сделать. Значит, здесь как происходит обучение. Здесь мы не пишем те громоздкие функции обучения, которые мы делали с вами до этого. Вот здесь, по сути дела, за вас все делает вот этот вот Logistic Hazard Model, который импортируется из PyCox. В нее мы подаем нашу сеть, которую мы определяем здесь. Здесь подаем optimizer, собственно, add-on. И duration index. Это, соответственно, нужно для предсказания, чтобы затем конвертировать вот эти вот наши 10 временных точек уже в реальные значения. Вот. Ну и, собственно, делаем fit. Задаем x-train, y-train, либо же здесь будет датасет. Задаем batch size. Задаем количество эпох, в которые будет обучаться нейронная сеть. И, собственно, данные для валидации. Вот. Ну, собственно, видим, что наш лосс уменьшается и для тренировки, и для валидации. Видно, что здесь мы немножко переобучились. Вот. И давайте посмотрим в целом на то, как себя такая модель будет показывать. Что нас интересует? Нас интересует concordance. Вот. Ну и, соответственно, мы можем предсказать для отдельных индивидов функцию выживания. Соответственно, это делается вот так. Помимо этого, мы еще можем ее интерполировать. Но, соответственно, здесь это не показано. Вот. А, собственно, concordance, которую мы показываем, это 0.59. Ну, то есть видно, что довольно плохо справляется нейронная сеть. Вот. Ну, соответственно, это достаточно простая архитектура. Вот. Мы можем попытаться подобрать архитектуру получше и посмотреть, как тогда, какими тогда у нас будут результаты. Вот. Соответственно, это можно делать через оптюну, как вариант. Вот. И это будет довольно результативно. Вот. Теперь, собственно, к задаче с умнистом. Да. Собственно, я напомню, что умнист – это у нас набор фотографий рукописных цифр. В данном случае это это, по-моему, пятерка, первый объект. Вот. И, соответственно, мы хотим, грубо говоря, чтобы нули жили дольше, чем единицы, единицы жили дольше, чем двойки и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, соответственно, мы из экспоненциального распределения будем сэмплировать длину жизни объектов, к которым относятся вот эти вот картинки. Вот. Значит, как мы это делаем? Да. Соответственно, здесь как бы немножко другие параметры, если вы посмотрите на рейтинг. То есть, как бы здесь вот те параметры, которые используются вот в этой статье, они затрудняют использование любых чисел, начиная от пятерки до девятки. Соответственно, здесь параметры такие подобраны, чтобы можно было использовать все числа от нуля до девяти. И, соответственно, вот как, собственно, живут различные числа. Соответственно, нули живут лучше всех, девятки живут хуже всех. При этом у вас должен возникнуть резонный вопрос. То есть, мы сэмплируем количество жизни, откуда мы берем цензурирование. здесь мы выбираем некоторый отрезок во времени, в данном случае 365 дней, после которого мы считаем, что мы наше исследование прекратили. То есть, в реальности объект может жить дольше, чем 365 дней, но если он живет дольше, чем 365 дней, мы про него ничего не можем сказать. соответственно, цензурирование у нас такое. Теперь нам нужно собственно понять, как нам быть с данными. Соответственно, чтобы работать с датасетом Мнист, опять же, с помощью нейронных сетей, нам нужно провести нормировку данных. Соответственно, здесь указывается среднее, здесь указывается стандартное отклонение. И вот эти трансформации, то есть, сначала перевод из NumPy в торчевский тензор, и затем нормализация, они проводятся соответственно вот здесь при загрузке данных. Вот, соответственно, вот эти трансформации. Теперь мы должны точно так же провести дискортизацию нашего времени. Здесь мы разбиваем его на 20 бинов, уже не на 10. И, соответственно, преобразуем метки для тренировочного и тестового набора данных. Это будет выглядеть вот так вот. Ну и, собственно, для оперирования уже с Мнистом, поскольку это уже достаточно громоздкий датасет, который занимает какое-то количество памяти. Здесь нам нужно будет использовать датасеты и даталоудеры. Соответственно, для того, чтобы не нагружать оперативную память, мы будем в нее загружать один батч, затем удалять его, загружать следующий и так далее. Соответственно, это делается с помощью даталоудеров. Вот, значит, как у нас будет выглядеть датасет. Поскольку у нас те датасеты, которые мы загрузили здесь, они нам возвращают картинку и метку, то есть, соответственно, картинку пятерки и число пять, нам такой датасет не подходит. Нам хочется, чтобы такой датасет возвращал нам картинку, продолжительность жизни и, собственно, на event наступил или нет. Поэтому мы немножечко переделаем эти датасеты. Соответственно, имидж, собственно, картинка нам будет возвращаться без изменений. Вместо метки мы зададим, собственно, time и event, собственно, которые по тем же индексам нам будут возвращаться соответствующие той картинке, которую мы выбираем из нашего датасета. Вот, соответственно, как у нас будет выглядеть метки. Соответственно, здесь у нас находятся бины. Прошу прощения. Да, здесь у нас находятся бины по времени. Здесь у нас находятся индикаторы событий. Здесь кажется, что везде стоят теницы. Не пугайтесь. Здесь примерно 50 на 50 единиц и нулей. Я специально проверял. Ну и, собственно, создаем вот эти вот наши обновленные датасеты, которые возвращают нам то, что мы хотим, чтобы они возвращали. Соответственно, задаем batch size, создаем data loader, которые будут нам возвращать батчи из нашего датасета и определяем собственно нашу нейронную сеть. Значит, из чего она будет состоять. Собственно, здесь у нас такой стандарт простенькой CNN-ки. Это сверточные слои, за которыми следует слой flatten, после чего следует линейный слой, который уже занимается предсказанием. То есть, как бы обрабатываем входящие данные мы с помощью конволюций. Здесь у нас два сверточных слоя. InChannel говорит о том, сколько каналов у входного изображения, соответственно, MNIST у нас черно-белый и канал у нас один. Здесь OutChannel сколько каналов мы хотим видеть на выходе. размер Kernel Stride и Padding. Stride это, соответственно, шаг через каждые две ячейки. И Padding это, соответственно, заполнение внешнего слоя, внешнего контура, скажем так, единицей. Вот. Точнее, не единицами, а нулями. Добавим батч-нормировку. по количеству выходных каналов и, соответственно, продублируем этот слой вот здесь. Соответственно, у нас будет на вход 8 каналов, поскольку на предыдущем слое у нас было 8 выходных каналов. Дальше, 16 выходных каналов и остальные параметры без изменения. Вот. В конце мы делаем Adaptive Average Pooling. Что он из себя представляет? он из себя представляет... Так, я все не забываю, что нужно рисовать здесь. Соответственно, он представляет из себя следующее. Если у вас есть некоторое поле n на n, то Adaptive Average Pooling делает вам просто усреднение значений в каждой из ячей. вот. То есть у вас вот это все превращается в итоге в один на один. соответственно, если у вас есть третье измерение, то, соответственно, это третье измерение, оно сохраняется давайте какой-нибудь буквой M его обзовем. Соответственно, происходит усреднение для каждого, грубо говоря, и от 1, от 0 до M у вас идет усреднение по вот этим измерениям n и n здесь. Вот. Это, собственно, Average Pooling. Ну и, собственно, наши данные проходят сначала через сверточный слой, который заканчивается Adaptive Average Pooling, то есть у нас получается в итоге тензор 1 на 1 на M, то есть в нашем случае 1 на 1 на 16. Вот. Мы его хотим спрямить до просто вектора длины 16 без дополнительных лишних измерений и, соответственно, дальше этот вектор подать в линейный слой, где у нас 16 входящих признаков мапятся на количество выходных признаков, в нашем случае это 20. Вот. И, соответственно, делаем ту же самую процедуру, как мы делали с тем игрушечным датасетом. Здесь мы определяем собственно нашу модель, определяем оптимайзер, определяем собственно логистик хазард, в который мы подаем и нашу модель, и оптимайзер вместе с дюрейшеном. И, собственно, делаем фит, смотрим, как у нас обучается сверточная нейронная сеть. Вот, видим, что у нас лосс падает, но достаточно для этого, давайте посмотрим. Соответственно, нам для тестирования опять же нужен новый датасет, который будет возвращать нам только картинки без меток, для того, чтобы мы по этим картинкам могли делать предсказания. ну, соответственно, давайте создадим этот датасет и тестовую часть засунем в модель, чтобы оно нам предсказало выживаемость. Вот, и, собственно, здесь мы можем сравнить, что у нас получилось. Собственно, линии без штриха это реальные выживаемости, собственно, для нуля, единицы, двойки, тройки и так далее. Соответственно, линии со штрихами это Каплана-Мейера для предсказанных данных. то есть, видно, что модель справляется на самом деле не самым лучшим образом. То есть, у нас девятки живут хуже всех, затем идут восьмерки, семерки, шестерки, ну, вроде как порядок сохраняется, но вот здесь, например, уже перепутано. единица находится над ноликами. Вот. Соответственно, модель тоже не самая лучшая, которая себя могла показать. Давайте для сравнения я вам покажу, чего можно достичь вот в этой статье, например, вот на такой симуляции. здесь, как вы видите, соответствие практически один в один, да, то есть, тоже здесь опять actual и predicted, но оно практически совпадает. Вот. Ну, соответственно, для того, чтобы докрутить вот эту модель, ну, нужно достаточно много поиграться с параметрами. Не видно. Так, давайте, а, я понял, почему не видно. Сейчас, давайте, да, вот так. А вот так видно? Должно быть видно. Ага. Вот, соответственно, похожая симуляция и здесь actual и predicted Каплан-Мейера совпадают практически. Вот, соответственно, можно добиться вот таких вот замечательных результатов, если как бы поиграться с параметрами модели. Вот. Ну, и, собственно, если мы посчитаем конкордантность, мы получим, собственно, 0.67, что, ну, на самом деле, довольно неплохо, вот, но в целом, опять же, могло бы быть и лучше. И, собственно, сейчас я даю задание для того, чтобы вы попробовали добиться этого самого хорошего результата с помощью сети, которая называется MobileNet. Собственно, у нас был один из практикумов, по-моему, на четвертом семинаре, когда мы использовали технику, которая называется Transfer Learning. Соответственно, вам нужно будет использовать эту технику на нейронной сети MobileNet 2. Вот здесь она импортирована. соответственно, вам нужно заморозить сверточные слои и изменить линейные слои, которые, собственно, отвечают за предсказания. Вот, и попробовать с помощью этой модели добиться результата, который будет больше похож на тот, который мы бы хотели видеть. Вот, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Есть ли у вас какие-то вопросы? Выше, где разбиваются на пины? Из каких соображений делается количество? Оно будет зависеть от количества данных. Чем больше у вас есть данных, тем больше количество бинов вы можете себе позволить. Вот, соответственно, если у вас наблюдений не очень много, то разбивать на сотни бинов вам … Хотя, нет, на самом деле это может быть осмысленно, если у вас, например, достаточно неравномерно распределены данные, то вполне может быть. Но здесь, опять же, если вы можете позволить себе большее количество бинов, это хорошо, поскольку чем большее количество бинов, оно приближает вас к непрерывному распределению, условно говоря. Но еще также выбор количества бинов обусловлен производительностью модели. Если у вас модель достаточно маленькая, то ей будет, скорее всего, достаточно трудно сделать из небольшого количества входящих признаков, не знаю, тысячу бинов. Это может быть достаточно проблематично. То есть, здесь еще выбор количества бинов, он должен быть обусловлен такими как бы практическими соображениями. Вот. Так, вопрос. Если, сейчас, прошу прощения, еще раз повторите, пожалуйста. вопрос. нет, выставлено выделить на большое количество бинов. Это делается с помощью метода квантатиз. Соответственно, здесь можно использовать метод квантатиз. Здесь квантатиз. Вот, чтобы у вас просто вот здесь вверх сформациями. вот, соответственно, еще рекомендую посмотреть туториалы к PyCox. Там очень классные туториалы. Вот, я часть из них позаимствовал, немножечко переписав, для того, чтобы их было проще понимать. Вот, соответственно, успехов. Вот, я вам пришлю, соответственно, ноутбук и статью, с которой вы, соответственно, можете подчеркнуть что-то для себя нового. Вот, и тогда всем успехов. Все, спасибо, что были с нами весь этот курс. с нами. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...